Зинаида Гаврик. «Деревенские кошмарики. Книга первая. Вторжение женихов». «Гундарева, ты теперь моя девушка», — уверенно сообщил мне Олег, первый красавец нашего университета и по совместительству сына ректора. «Правда?» — обрадовалась я. «А если я против?» «Университет закончить хочешь?» В его голосе прозвучала угроза. «Ага, пошел, значит, на крайние меры. До этого хотя бы ухаживать пробовал в своей идиотской манере. Ох, сколько изысканных комплиментов я услышала из серии «Вот это попка» и «О, детка, как-то горяча». Не дождавшись ответных восторгов, кавалер разозлился и решил ходить с козырей. «Пока не решила», — сломала ему схему я. «А ты?» «О, я-то закончу. Я еще как закончу!» — протянул он голосом киношного злодея. «А потом догонишь и еще раз закончишь?» — я хихикнула, хотя по спине пробежал холодок. «Не играй с огнем, Гундарева!» «Ого!» — кажется, гад не шутил. «Завтра, чтобы пришла на свидание после пар». «Завтра суббота, и пар не будет», — слухо просветила я. «Впрочем, как и меня в городе, я к бабуле еду на все выходные до понедельника». «Значит, в понедельник после пар», — ряфнул Олег и быстро ушел, не давая мне шанса придумать достойный ответ. Его свита припустила за ним. Как бы я ни храбрилась, ситуация складывалась откровенно паршивая. Ректор сына обожал и смотрел сквозь пальцы на проказы отпрыска. Если за выходные не найду управу на наглого ухажера, придется бросать учебу или переводиться куда-нибудь. Одно я знала точно. Встречаться с этим избалованным гадом я не буду, ни при каких обстоятельствах. От тяжких дум отфлек звонок Альки. Подруга, в отличие от меня, пребывала в восхитительном настроении. «Ну что, Тоха, у нас на выходные все в силе, надеюсь?» — завопила она в самое ухо. Я поморщилась и отодвинула трубку. «В силе. Олег, конечно, Олегом, но отменять из-за него веселье не буду принципиально. Даже если из универа вылечу, грех не кутнуть в последний раз. В воскресенье напьюсь Рома до состояния пирата. Ну, знаете, когда появляется хриплый босок, глаза моргают по переменке и ноги, как деревянные. А в понедельник даже краситься не буду. Явлюсь на пары с похмелья и без косметики. Вот и посмотрим, насколько у Олежки нервы крепкие. А не поможет бровь сбрею. Если и это не отпугнет, то такого бесстрашного мужика я и сама никому не отдам». «Ух, зажжем!» — мечтала тем временем Алька. «Ты пыл-то поумерь!» — чуть остудила восторги я. «Дом деревянный, так что зажигать там можно только в переносном смысле». «Ты за кого меня принимаешь?» «Я тебя, Алечка, принимаю за человека, который в прошлый раз с пьяных глаз показывал миниатюру огнемет с помощью спички и...» «Тихо!» — вызверилась подруга. «Ты там голос-то приглуши, а то что обо мне люди подумают?» Вокруг простиралась пустынная стоянка университета. Но я, разумеется, не стала в этом признаваться. Люди в шоке. Я стою перед целой толпой и все активно обсуждают, кто такая эта Аля, которая позволяет себе подобные непотребства. «Что вы говорите?» Я притворилась, будто меня кто-то о чем-то спросил. «А, да, та самая Петрова!» «Эй, эй!» — разволновалась на другом конце провода Алла Петрова. «Ты с кем там?» «Да не волнуйся, тут только наш поток», — успокоила я. «Ну, может, еще и параллельный, так что все свои, можно сказать». Выдержав драматическую паузу, подруга перешла на ультразвук. Дав ей проораться, я расхохоталась, как злобная ведьма над котлом с зельем. Сказала «Встретимся на вокзале!» и быстро нажала отбой. Бабушкин деревянный домик стоял на самой окраине деревни, и прямо за ним начинался лес. С детства я исходила вдоль и поперек все окрестности, в поисках ягод и грибов. А теперь вот наведывалась сюда в компании трех отвязных подруг, чтобы от нашего энтузиазма не пострадал ни в чем неповинный город. Сама бабушка в это время была в отъезде и гостила у одной из своих дочерей, тети Светы. Дом она оставила нам на растерзание, с условием, что мы после себя приберем. «Ну, девчонки, чем займемся?» — спросила Ларка, как только мы переоделись и набросали на стол. «В этот раз пойдем искать настоящих мужиков?» Мы переглянулись и заржали, вспомнив прошлый совместный приезд сюда. Дойдя тогда до кондиции, мы принялись разговаривать на самые острые женские темы и как-то незаметно пришли к выводу, что настоящих мужиков надо искать в глухих деревнях. Только здесь остались те, кто и гвоздь забьет, и дров нарубит, и двухэтажный коттедж своими руками возведет. Идея вызвала интерес и жажду научных открытий. Мы, как-то почти не изговариваясь, решили провести исследование и отправились на ночь глядя ловить тех самых настоящих мужиков. В итоге Аля свалилась в овраг, Лара собрала все репьи в окрестностях, Маня подралась с местными алкашами за то, что ее обозвали лохундрой, а я отбилась от стада и добрый час ходила по деревне за унывного пя. «Мужика хочу!» И, кажется, добилась своего, потому что на очередном витке мне навстречу выскочил кто-то рычащий в семейных трусах, валенках и шапке-петушке. «Заткнись мне завтра на работу!» проревело чудище, потрясая землистой лопатой. Я не признала соседа дядю Борю и, пикнув «не хочу мужика, хочу к маме», зигзагами побежала прочь, спотыкаясь и завывая, как сирена. «Нет, в этот раз я приготовила кое-что особенное». Таинственно начала я. Глаза подруг загорелись. «Нас ждет самое, что ни на есть подходящее занятие для юных дев ночью в деревне». «Не томи!» — простонала Маня. «Мы будем гадать на суженого!» Театрально объявила я и замолкла, оценивая произведенный эффект. Девочки застыли, обрабатывая полученную информацию. Постепенно лица просветлели. «Круто!» — протянула Аля. «Когда начнем?» «Как стемнеет окончательно, так и приступим. Разливай за встречу!» К моменту, как на улице воцарилась ночь, мы уже были румяны, оживлены и готовы к приключениям. «Пора!» — решила я. Зыбкие тени, рожденные неустойчивым светом свечи, плясали на стенах, искажая предметы до неузнаваемости. На трезвую голову такое гадание проводить я бы не стала, ни за что. Но сейчас хотелось острых ощущений, чтобы выгнать из головы мысли о противном ректорском сыне. «Так?» — почему-то шепотом спросила Маня, мощными руками устанавливая круглое зеркало напротив зеркального трильяжа. «Сойдет!» — махнула рукой я, выключая верхний свет. «Добровольцы есть?» Добровольцев не было. То ли мы еще недостаточно выпили, то ли мистический страх нечистой силы особенно обострился в потемках, разгоняемых одной худосочной свечой? Я презрительно хмыкнула и совсем было собралась предложить свою кандидатуру, но внезапно тоже струсила. «Давайте вместе!» — наконец решили мы и устроились втроем напротив одного из зеркал. «Помните, что если кто-то увидит суженого, нельзя дать ему подойти слишком близко!» — наставляла я, чувствуя неприятный холодок в районе спины. «Эта нечистая сила его лицом прикрывается, так что важно вовремя сказать «Чур меня! Чур моего места!» «Может, я в сторонке постою?» — жалобно спросила Аля. «Что-то мне расхотелось на суженого смотреть». «Не трусь!» — зашепели добрые подруги, вцепившись в нее со всех сторон. «Ну все, начинаем!» — постановила я, и мы пристально уставились вглубь зеркального коридора, выстроенного из отражений. Минуты сразу потекли медленно, со скрипом. За окнами поднялся ветер, в одно из стекол прилетела ветка, заставив нас дружно вздрогнуть. Не знаю, как остальные, но я вдруг начала слышать множество звуков вокруг. На кухне скрипнула половица, тихо звякнула посуда, мыши заскреблись в стенах. Мне даже почудились легкие шаги на чердаке. Надеюсь, это соседский кот опять там прогуливается. Он давно приметил наш чердак для своих кошачьих свиданий. Когда жутковатая атмосфера начала окончательно выдавливать из меня опьянение, я решила, хватит. Ведь у меня еще несколько забавных гаданий припасено. Именно в этот момент Лара внезапно завопила. «Там кто-то есть!» Мы чуть не померли от страха, вылупившись в зеркальную глубину. Никого не было. «Ты зачем так шутишь?» начала была маня, но Лара ее перебила. «Вон же он! Вон! Вы что, не видите? Он приближается!» Подруга начала задыхаться. «Нет, это уже не игра». «Лара! Лара, тебе кажется!» Дрожащим голосом увещевала ее Аля. «Нет! Нет!» — хрипела та. «Он все ближе! Боже, какой же он страшный!» Наконец она замолчала, глядя в зеркало, как загипнотизированная. Судя по тому, как запрокидывалась ее голова, некто приближался и вот-вот должен был миновать границу стекла. Хорошо, что мы не взялись гадать на трезвую голову, потому что алкоголь очень стимулировал веру в чудеса. Если бы не он, мы наверняка бы решили, что Лара свихнулась и принялись бы убеждать ее в этом. Бог знает, до чего бы тогда дошло. А так я поверила и поэтому вспомнила единственно правильный выход. «Лара, быстро повторяй! Чур меня! Чур моего места!» — рявкнула я. Она не реагировала. Маня включилась в игру и со всей дури залепила ей по щеке. «Повторяй сейчас же! Чур меня! Чур моего места!» — хором завопили мы. «Чур меня! Чур моего места!» — прошептали, наконец, побелевшие губы Лары. В секунду висела абсолютная тишина, а потом подруга шумно выдохнула и обмякла. «Исчез!» — не сразу ответила на наш молчаливый вопрос она. «Твою мать!» — сердечно подытожила Маня. «Я едва не обос... Мне надо выпить!» — перебила Аля, и мы ее дружно поддержали. Хватило нам, пожалуй, острых ощущений. Однако чуть позже настроение опять повысилось. Не само по себе, конечно. И пережитое стало казаться даже забавным. Нетрезвые дамы вновь возжаждали приключений. «Что у тебя там еще припсено?» — глотая буквы, спросила бесстрашная Маня. Остальные ее не поддержали, но и не остановили. «Начнем с самого легкого. Я взяла с бабушкиной полки какую-то книгу. Задайте вопрос и скажите страницу и номер строчки». Девчонки оживились. Незамысловатое, конечно, гадание, но увлекает очень. «Я... Я первая!» — затряслась Аля, едва не опрокинув стол. «Да уж, книжка — это как раз по ней. Из нас она самая впечатлительная». «Спрашивай!» — сурово провыла я, входя в роль предсказателя судьбы. «Как я узнаю своего суженого? Страница 17, девятая строчка сверху». Я быстро нашла искомую строку, прокашлялась и с выражением зачитала. «Чтобы куст поскорее начал плодоносить, высаживать его лучше во время растущей луны». Девчонки озадачились. «Какой куст!» — растерянно пискнула Аля, пытаясь своим пьяненьким мозгом хоть немного сопоставить полученную информацию с событиями реальной жизни. Не выходило. Я царственно пожала плечами. Мол, предсказание изрекла, а что с ним делать — решайте сами. «А что за книга-то, Тонечка?» — ласково, как у буйной психопатки уточнила у меня Маня. Я впервые глянула на обложку. «Советы огородникам!» — объявила я с таким видом, словно всё спланировала заранее. «Угу». Подруги переглянулись. «Может, на полке что-нибудь другое есть? Более, так сказать, гадальное?» «Сказки народов мира подойдут?» Прозвучало неодобрительно, словно я хотела подчеркнуть неравноценность замены. «Да!» — тут же согласилась Маня. «Моя очередь!» «Нет-нет!» — заволновалась Аля. «Предыдущая не считается. Давайте переигрывать!» В итоге девчонки задали по вопросу и получили весьма туманные ответы, которые были ещё менее осмысленными, чем строчка про куст и растущую луну. К примеру, Маня, которая интересовалась благосостоянием сужного, книга выдала строку «Мёд пиво пил, по усам текло, в рот не попало». Аля же, желающая во что бы то ни стало выяснить характерные черты будущего жениха, получила ещё более загадочное пророчество. Три дня и три ночи, а на четвёртый день встретилась ему. Пока они гадали, что это может значить, я укратко кинула взгляд на Лару. Но та сидела с отсутствующим видом и не выказывала ни малейшего желания узнать своё будущее. Кажется, подруга упилась до невменяемого состояния. Оно неудивительно, если учесть зеркальные страсти. Хоть бы утром отошла. «Ну, что там у нас дальше по программе?» Выдернул меня из мыслей грубоватый Манькин босок. «Я только во вкус начала входить». Я мысленно перебрала все более-менее безобидные гадания и предложила. «Может, воск? Вроде ничего страшного. Растопить, вылить и по получившейся фигуре угадать будущее ас... Ассоциативным, как грица путём». «Фуфло», — хамски отвергла предложение Мане. Она, когда пьянела, в ней просыпался гусар. «Давай ядрёная какой-нибудь. Я не Лара, меня и сам чёрт не испугает». «Есть одно», — хихикнув, припомнила я. «Бабушка мне про него рассказывала. Надо в полночь пойти к бане и засунуть туда... Э-э-э... Руку?» — подсказала Аля. «Нет». Чуть покраснев, мотнула головой я. «Не руку и не ногу». «Голову?» «Как раз голова должна быть снаружи. А засунуть надо голую... Голые ягодицы, короче». «Прикалываешься?» — ахнула Маня и заржала, как лошадь. «Отнюдь», — твёрдо сказала я. «Хотите, при вас, бабуле, позвоню?» «Это, между прочим, старинное деревенское гадание. У любой местной старушки спросите». Тут даже Лара вынырнула из прострации и недоверчиво уставилась на меня. «Ну, допустим, приду я к бане, засуну туда голую зад...» «Тихо, сейчас всё расскажу», — прервала я подругу. «Суть гадания в том, чтобы определить, бедный будет суженый или богатый». «О, это как раз по мне!» — оживилась ещё больше мадам гусар. «Подожди с выводами, слушай дальше. Засунула филейную часть за дверь и ждёшь. В теории тебя должна схватить рука за ягодицу. Вот тут-то ты и не плашай. Коли голая рука — бедный жених будет, а коли мохнатая — богатый». Под конец я заговорила, дословно цитируя бабулю, которая именно такими словами описала мне это во всех смыслах восхитительное действо. Девки выпали в осадок и некоторое время смотрели на меня, хлопая глазами. «Ну что, достаточно ли ядрёное для тебя гадание? Или всё-таки воском займёмся?» Подколола я, уверенная, что даже от урва мани не рискнёт рыбачить попой на мохнатые руки. По мне, так это гадание годилось только для того, чтобы байки травить. Однако я не учла такой важный фактор, как жажда приключений подвыпившей девицы. «А давайте!» — гаркнула Манька и подлинненько так добавила. «Только Тоха первая пойдёт, чтобы доказать, что она не выдумала только что это гадание. И фонарик не забудь, мы по нему из окна твоё местоположение будем отслеживать. Я едва со стула не упала». «Вы что, серьёзно? Ну нет, мне не до такой степени интересно благосостояние жениха. Я, может, вообще независимый бизнес леди планирую стать». «Ты гадание затеяла. Тебе и первопроходцем быть», — вдруг сказала Лара, «перед которой я почему-то чувствовала вину. Всё-таки именно с моей подачи она натерпелась страху. Может, алкоголь ударил в голову, но внезапно мне показалось, что отказываться будет несправедливо по отношению к ней. Вроде как её я напугала, а сама сейчас в кустах пытаюсь отсидеться. «Ладно», — решила я, — «схожу до бани». «Или давайте вместе». «Я пас», — тут же взяла сама отвод Аля. Лару я спросить не осмелилась, а Маня... «Ну нет», — завопила наша боевая подруга. «Какой же это экстрим? Толпой ходить. Никакого адреналина». В итоге я пожала плечами, взяла фонарик и обречённо вышла на улицу. Баня находилась рядом с домом, но не вплотную прилегала к нему, а стояла отдельной избушкой. Мне вдруг стало жутковато. Здесь, на окраине деревни, фонарей не было, а свет из окон выхватывал только небольшие квадраты островки вблизи дома. Моя же цель лежала дальше, за этой границей психологической безопасности. Я сделала несколько шагов к потемневшему от времени строению, стараясь умерить фантазию, которая рисовала мне монстров среди близлежащих ёлок. Даже баня вдруг показалась какой-то зловещей. Она чернела непроглядным пятном, а приоткрытая дверь жутковато поскрипывала на ветру. Нет, хватит с меня приключений. Не дойдя до цели каких-то два шага, развернулась, чтобы идти назад, и едва не скончалась на месте, услышав рядом чей-то голос. «Привет, Антонина!» Темный силуэт маячил на расстоянии пары метров от меня. Судя по голосу и низенькой сгорбленной фигуре, это был мужчина преклонных лет, проще говоря, дед. Дед, знающий моё имя. «Вы бабушкин знакомый?» «Живу рядом», — ответил он. Я испытала облегчение. Во-первых, потому что в компании не так страшно. Во-вторых, появился отличный повод отвертеться от гадания. Мол, не могла же я творить непотребство при пожилом человеке? Что бы он сказал потом обо мне, бабушке и всей округе? «Ясно. А мы с подругами решили отдохнуть вот...» Первый раз вела светскую беседу во тьме неподалёку от леса. «Баню собралась истопить?» В голосе деда мне померещилась насмешка. «Нет, просто...» «Гадаем мы, насуженного!» Наконец отчаялась я придумать благозвучную ложь. «Ну а чего? Гадаем и гадаем. Нормальное занятие для незамужних девок вполне себе укладывается в мировоззрение деревенского деда». «Ты разве не знаешь, что с банником шутки плохи?» «Кто такой банник?» «Кто-то вроде старого чёрта», — уже открыто ухмыльнулся собеседник. «А зачем ты гадать решила?» «Хочу узнать, какой жених будет, бедный или богатый». «А какого хочешь?» «Богатого». «Так почему бы не попросить банника сразу богатого привлечь? Для этого только и надо, что его обыграть». «Во что?» «Да хоть во что!» «В карты, в шахматы или шашки?» «Сама выбирай». «А как выберешь?» «Приходи в баню в полночь, да разложи игру на двоих». «А после своё желание вслух озвучь и первый ход сделай. Потом домой иди. На следующую ночь вернёшься и увидишь, как он сходил». «Так и делай еженощно, пока игру не закончите». «А как выиграешь?» «Можешь любое желание ему загадать, он исполнит». «А если проиграю?» «Дурацкий диалог почему-то увлёк меня». «Ну а что, интересно же?» «Он с тобой пошутит. Желание твоё извратит и наружу вывернет. Оно так исполнится, что век не забудешь. Но с другой стороны, бывало, ежели игрок баннику понравится, то он желание исполняет после проигрыша ещё даже лучше, чем сам человек изначально планировал». Этот разговор звучал у меня в ушах против воли. Страх, что интересно, схлынул. И сейчас я вполне могла закончить гадание, но, разумеется, не стала попой перед дедом светить. Попрощалась задумчиво и домой ушла. Пьяные подруги там уже вовсю подушками дрались, напрочь забыв про отправленную во тьму меня, предательницы. Я некоторое время понаблюдала за ними, подбирая максимально обидные слова, дабы выразить всю глубину моего недовольства, а потом махнула рукой и тоже кинулась в битву. Дальше всё смешалось. Мы снова пили, потом орали песни, танцевали, громко разговаривали ни о чём и хохотали над какой-то ерундой. К гаданиям так и не вернулись. Разве что под утро, когда мы уже расползались по койкам, я заплетающимся языком предложила расчесаться и расчески положить под подушки, чтобы суженый привиделся. Значительно проредив непослушными руками собственные стрёпанные шевелюры, мы пристроили волосатые расчески куда положено и, наконец, уснули.